В нашем проекте «Реальные люди» сегодня вице-президент Академии Нового Татарстана Рафаэль Хакимов. Мы обсуждаем тему продления договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Федеральным Центром. Сегодня мы будем говорить только об этой теме. Здравствуйте, Рафаэль Сибгатович. Как вы знаете, 24 июля прекращается действие договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Федеральным Центром. Очень много новостей в последнее время было. Первый вопрос у меня будет такой. Вы недавно в интервью одному из СМИ сказали, что этот договор Татарстану нужен, поскольку это политический имидж республики. Мне бы хотелось узнать, что вы в данном случае подразумеваете. То есть, учитывая то, что договор, как вы сами сказали, уже не имеет каких-то налоговых и экономических преференций, почему он все-таки необходим республике, на ваш взгляд? Ну да, у меня такой чисто политический взгляд. Но у нас народ стал меркантильным очень. Они спрашивают, что у меня зарплата прибавится, убавится. И только с этой точки зрения. Но это так напрямую нельзя сказать. Но в политическом плане это некий капитал. Он символический, понятно. Потому что Татарстан опять заключил договор. Само по себе это уже звучит. Хотя я так думаю, что очень мало кто заглядывал в текст договора и знаком с этим договором. Но сам факт, он уже значим. Но это, конечно, некие особые отношения. Но особые тоже вызывают такую изжогу у большинства населения. Как это он выделяется. Все должны быть одинаковыми. Все должны быть бедными. Куда это он развивается. В них хорошо. Жируют за счет России. Даже так говорят. Хотя, вроде говоришь, Татарстан донор. Он как бы другие, соседние регионы жирует. Не жирует за счет Татарстана. Но есть имидж некий. И привлекательность инвестиционная возникает. Что Казань умеет договариваться с Москвой. Несмотря на, казалось бы, смешанное население. Которое во многих странах вызывает озабоченность. Мусульмане здесь спокойные. Они с ортодоксами. В Европе же православных называют ортодоксами. И вроде как бы тут мусульмане, тут ортодоксы. И они находят общий язык. Как так возможно? Поэтому есть привлекательность. И знаете, по инвестициям мы на первом месте. Вот уже так регулярно. Это одна сторона. Вторая сторона татарская. Чисто этническая. Татары по всей России живут. Понятно, что у других такой ситуации нет. Здесь только одна четверть татар. В Татарстане. Остальные живут по всей России. И они, конечно, думают, как мы будем дальше. В договоре есть там статья о том, что мы отвечаем за развитие культуры татар. По всей России. Конечно, это и есть озабоченность. И этот фактор. Ну и третье. Это чисто наше стремление к федерализму. Мы считаем, что в Конституции правильно записано, что Россия федеративна. И она должна стать федеративной по-настоящему. А сегодня от федерализма остались вот так отдельные кусочки. И в частности договорные отношения, которые прописаны в Конституции. Поэтому мы бы хотели оставить такой островок федерализма. С тем, чтобы он дальше мог развиваться и показывать свои преимущества. Вы также сказали, что если договор не будет заключен, будет, цитата, определенное недовольство, что может отразиться на выборах. Определенное недовольство. То есть вы считаете, что жители Татарстана тот факт, что договор могут не продлить, действительно повлияет на их отношение к действующей власти в республике? Да, конечно. Это ведь все равно отношение к Москве складывается через того, как они относятся к Татарстану. И здесь уж, конечно, ничего такого страшного, трагического нет. Но, тем не менее, осадок остается. Скажем, вот по поводу наименования президента. Видите, как все сполошились, как это мы же избрали президента, а потом не останется. Почему это наши права? И Конституция России почему нарушается в этом случае? Ну, пока оставили. Все думают, сейчас вот договор закончится, и тогда снимут и наименование президента. А дальше что будет? Дальше опять скажут, татарские школы закрывайте. Дальше что? Что и республику не надо, губернии. Извините, я вас правильно понял? Именно отразится на выборах и на отношении к властям федеральным, но не к татарстанским. Да, к федеральным, конечно. И поэтому, ну, я думаю, для Москвы выгодно просто продлить этот договор, тем более он есть. Они ничего против него не высказывали ни в последнее время, ни раньше. Вот. И сейчас не высказывается. То есть, вот, почему бы его не продлить, тем более выборы в 2018 году на носу предвыборная кампания началась. Ну, с позиции чисто прагматической, если бы я был там каким-то советником с московской стороны, я бы сказал, лучше продлить, чем не продлевать. Я вот все-таки не могу понять. То есть, вы говорите о том, что экономических преференций и каких-то налоговых этот договор уже не предоставляет, но, однако, есть политический аспект. Ну, вот, ну, не будет, предположим, этого договора. Изменить-то по факту что? Ну, здесь некое будет напряжение, недовольство. Ну, пусть оно для начала незаметное, но это же накапливается. Вот. Ну, не знаю насчет, как инвестиционный климат. Все же мы набрали обороты, да, может, это никак и не повлияет. Но среди татар России тоже возникнет некое напряжение. Насколько оно будет заметно, и может, заметно и только для нас, да, потому что есть такой внутри татарский мир, который переживает свои определенные развития. Там, у нас много чего происходит, которые не так заметны. Вот. Ну, и в конце концов, это ведь наше право. Это наше право по Конституции. Почему бы им не воспользоваться? Это тоже непонятно. Так что, ну, какого-то там краха, революции, ничего такого не будет, естественно, да. Ну, мы переживали разные периоды. Мы знаем, что колесо как бы иногда поднимает, как татарская пословица говорит. То поднимет, то придавит, да, там. Поэтому такого ничего страшного не будет. Но, тем не менее, это раз уж демократии объявили, так хорошо бы придерживаться вот чуть-чуть. Все-татарский общественный центр некоторое время назад уже несколько раз обращался к Владимиру Путину. Даже не только, чтобы он продлил договор, а в том числе и увеличил полномочия Татарстану. Не секрет, что в 90-х годах, когда Татарстан пытался добиться суверенитета, как мне кажется, власть республики в неком плане использовали татарских националистов, и это признали в том числе и действующие члены в ТОЦ. Как вы считаете, если вдруг договор не будет продлен, может ли татарстанская верхушка как-то подогревать настроение националистов татарских, татарские национальные движения, чтобы они, ну, как-то высказывали активно свой протест с такими действиями властей федерально, если все-таки договор не будет продлен? Да нет, там некого подогревать, там. Это же небольшая группа осталась. Тогда это движение было не просто как организация, а настроение. Причем эти настроения были подтверждены не только вот мы и высказывали, но там и спецслужбы их изучали своими средствами. Я знаю, в Совет Безопасности России там обсуждался этот вопрос, и они мне сказали, что да, у вас эти настроения реально были. Ельцин сам видел, ездил, да, там, он тоже видел. Тут приезжали гонцы, там, Шахрай и другие, которые тоже видели настроение, ходили с людьми, разговаривали. Поэтому тогда это было общее настроение. А многие лозунги национального движения, они ведь перешли уже как бы в государственную политику. То есть, скажем, школы татарские, да, государственный язык и так далее. Они стали частью государственной политики. Поэтому там использовать особенно некого. Возвращаясь как раз к этой теме, газета «Коммерсант» на днях, ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации российского президента, сообщила, что цитата вот этого источника, что нет никакого нового договора. Вопрос был о том, как там дела с продлением. Политолог Галямов подсказал, что, возможно, Кириенко против этого продления договора. И вчера с таким же мнением, опять-таки опираясь на какой-то высокопоставленного чиновника, высказал мнение главный редактор радиостанции «Хамосква» Алексей Венедиктов, который, как известно, вхож в высокий кабинет. Он также сказал, что против продления договора может выступать Сергей Кириенко. Как вы относитесь к такому мнению? Действительно ли, на ваш взгляд, Кириенко может выступать против продления или составления нового договора? Ну, при вертикале власти, там мнение Кириенко как самостоятельное вряд ли может быть. Тем более, он в аппарате Путина работает. Если бы он работал в какой-то другой ветве власти, это еще можно рассуждать. А там или тогда это он высказывает мнение Путина, но не Кириенко. А как такового Кириенко, я думаю, что быть не может. То есть Кириенко, на ваш взгляд, не имеет такого влияния, в том числе в таком вопросе продления договора, именно на тех, кто принимает решения? Нет, он может иметь влияние, но если он высказывается, он не может высказываться как собственное мнение, потому что он в аппарате работает. Есть вопрос дисциплины. Но есть же лоббистки. Один лоббирует одно, другой лоббирует другое. Не думаю, что в аппарате президента может быть лоббист сидеть. Он должен выполнять. Я сам работал советником Шаймиева. Но иногда Шаймиев говорил, что ты выскажешь, в том плане, что он некоторые вещи не мог высказать сам. И тогда приходилось мне высказывать. То есть он потом поправлял. Это, так сказать, такая тактика, она бывает. Но это не значит, что у меня было какое-то самостоятельное, отличное от президента мнение. Или мне надо уходить и иметь собственное мнение, или надо работать в команде. Там по-другому не бывает. Как вы помните, несколько месяцев назад состоялся съезд. Там Митимир Шаймиев выступил за продление договора. Некоторые говорили, что даже для этого и было собрано это мероприятие. Народов татарстанцев. Народов татарстанцев, прошу прощения. Как мы знаем, Шаймиев является наобще сначала помощником Кириенко. Не помощником, но входит его советник. То есть получается, что раз идут такие мнения, что договор не будет продлен, как-то ослабла позиция Митимира Шаймиева, или почему так получается? Он высказал свое мнение. Кстати говоря, когда в 2007 году готовили этот договор, он довольно скептически относился. Мол, там нет преференции, за что биться-то. Но потом он понял, что есть политический эффект. А когда большие и крупные проекты экономические, то они требуют и такой политической поддержки. И тут сам факт наличия договора тоже играет плюсом. Он это понял, и поэтому он на этой позиции стоит. Он может это высказывать, поскольку Миниханов никак не высказывался на этот счет. Он свое мнение высказал. Вот, кстати, возвращаясь к словам источника Алексея Венедиктова, этот источник сказал, что да и Миниханов не Шаймиев, настоять ресурса не хватит. Вы как-то можете прокомментировать эти слова? Ну, Шаймиев, он как политический, там, набрал, конечно, такой тяжеловес. Миниханов немножечко сторонится политике, это понятно. Но экономический у него вес, это уже другой. Потому что за это время Татарстан набрал такой экономический вес, что он становится политическим фактором. Я не думаю, что у него в этой части меньше влияния, чем у Шаймиева. Смотрите, Рафаэль Себегатович, если все-таки договор не будет продлен, какие, то есть мы с вами поговорили о выборах, но будут ли какие-то юридические или политические последствия для Татарстана, если все-таки договор не будет продлен? Ну, нет, никаких юридических быть не может. Он или есть, или его нет, и по Конституции может быть и так, и так. То есть это вопрос двухсторонних переговоров. Так что, ну, может возобновиться новые переговоры, но эти переговоры закончатся не раньше, чем через три года. Вот как раз-таки хотелось бы узнать ваш личный опыт, поскольку вы принимали участие в подготовке обоих договоров. Как это происходит? Ну, то есть понимаете, что скоро договор прекратит свое действие. Там 10 лет у нас, да, первый был неограниченный. И как вот это происходит? Собираются разные люди, разные чиновники, разные эксперты. Как там, тяжело ли продвинуть какую-то свою идею и вписать в этот договор? Как это все происходит? И что бы вы сделали на данный момент? Ну, не на данный момент, а если бы сейчас входили в число тех экспертов, которые принимают участие? Ну, одно дело пролонгировать, да, продлить. Это проще. Там, собственно, ничего такого не надо. В Госдуму заявление подать, и все. И она голосует. На этом заканчивается. Но если это поменять какую-то запятую, то это три года. То есть это тогда уже должна быть официальная делегация со стороны Татарстана, со стороны России. Ну, как правило, это начинают правоведы, потому что чисто проработка там. Ну, там бывают интересы, могут быть, не знаю, у экологов, минобра или у кого-то, какие-то пожелания там, да, там, или что-то. Или могут быть чисто политические. Ну, первый договор, он очень сложный был, поэтому он на трех уровнях шел. В 2007 году он уже был проще в этой части. Он был чисто такой культурно-политический, можно сказать, без экономических каких-то последствий. Вот. Но все равно три года. И так, и так. Потому что это за каждое слово, там, надо получить дополнительные полномочия, согласовать, там, по некоторым вопросам может быть такое противостояние. Например, в первом договоре это вопрос статуса был самый сложный. Его, как Ельцин сказал, оставим напоследок, да. А будем сначала решать самые легкие, постепенно дойдем до самого сложного. С тем, чтобы жизнь-то она ведет же, и соглашение подписывали. Вот. А во втором случае, там по языку была самая большая сложность. То есть вопрос языка, он ведь, как бы у нас нет таких проблем, кроме алфавита. А вот с этим, там, я не знаю, какой-то ступор. Почему-то в Москве считают, раз это латиница, то значит латинство какое-то, причем тут католичество, там не очень понятно, как это на безопасность влияет России. Ну, это как-то за пределами логики, это трудно объяснить, это можно просто запомнить. Вот против латиницы и все. Почему аргументов нету, почему Конституция разрешает, а вот они не соглашаются. И Конституционный суд тоже против. Значит, хотя юридически он должен был сказать, да, Таташстан прав. Ну, вот в вопросах языка самый, оказывается, такой оселок. Ну, это вообще в политике самый такой тонкий вопрос, это язык, по нему может быть все что угодно. Вон как на Украине, видите, как вспыхнуло. С чего они запретили русский язык-то, непонятно. А здесь запретили латинство. Ну, там, ну, неудобная кириллица, вот что я могу поделать. Я никак ее не исправить, пытались несколько раз реформировать. Ну, там не хватает букв. И, ну, там, скажем, в русском языке не будет трех букв, да, как вы себя поведете, да, там. И у вас будут путаться слова. А у нас вот трех букв нету. А остальные еще шесть тоже с крючками какими-то. В интернете очень трудно работать с ними. Нужно дополнительно какие-то значки добавлять, если ты по-таташски пишешь. Хотя там Майкрософт этот ввел уже татарскую кириллицу, но там все равно трех букв не хватает. Опять-таки, получается, тот, кто учит татарский язык, он сразу искажает заведомо. Ну, эти аргументы не работают. То есть вот есть вопросы, где там как бы неприятие, вот. А есть вопросы, которые легко решаются. Кстати говоря, двуязычие, вот, и в госструктурах для чиновников российская сторона вообще не возражала. Вы, говорит, сами составьте реестр чиновников, которых должны знать два языка обязательно. И сами видите, там постановлением можно даже правительство. Можно каким-то законодательным актом. А вы вот сказали, что в промангации, в принципе, ничего проблемного нет. Нужно вынести, выйти с инициативы, и Госдума должна проголосовать за или проголосовать против. Почему же сейчас такая проблема, на ваш взгляд? То есть, если этого не происходит, значит, есть какое-то сопротивление со стороны федерального центра. В связи с чем оно может выражаться, на ваш взгляд? То есть, это попытка ослабления Татарстана или приведения всех регионов в один ряд? Ну, Чечню мы оставляем за скобками. — Ну, во-первых, идеология такая, что все должны быть одинаковые. Ну, она доминирует на сегодняшний день. Я не знаю всех тонкостей, поскольку я давно в аппарате не работаю. И некоторым образом счастлив, что отошел от политики. — Почему? — Ну, хватит. Знаете, это вот вы поработаете, 17 лет, и переговоры — это не значит, что вот здесь сидеть и рассуждать. Это значит, что в Москве надо сидеть, да, там. На меня хватит. И поэтому я как бы держу дистанцию в этой части, не пытаясь не влезать. Это журналисты у меня спрашивают. Я там практически никогда журналистов не приглашаю, чтобы высказать свое мнение. Это журналисты звонят и интересуются. Поэтому я не знаю, что реально происходит. И, честно говоря, просто высказываю свое мнение. Причем мнение какое. Вот что выгодно Таташтану, что выгодно Москве. Раз договор — это же взаимный интерес. Это не то, что там вот давай кто выиграет и, значит, чемпионом станет, да, там, на ринге. А это значит, что мы договорились и будем дружить и дальше, да, там. Но просто у нас есть своеобразие в Таташтане, которое мы вынуждены учитывать, да, которое из Москвы, может быть, не видно. В Ульяновске такого своеобразия нету, да, в Нижнем Новгороде тоже такого особого нету. Вот Татар там меньше гораздо. У нас, значит, русские, татары другие, они все же значимый фактор. Вот. Ну и другие там интересы, экономические какие-то и так далее. Нельзя все регионы сравнивать. Нельзя сравнивать с заполярным кругом кто-то живет, а в Краснодаре там субтропики, да, там, пожалуйста, тебе фрукты растут. А там вечная мерзлота. Ну, разные вещи, не только этнические, но и экономические. Кто-то об границе, кто-то там море, краб у него плавает, да, там, вот, сколько хочешь. А у кого-то ничего нет даже, рек нету. Извините, а какой может быть интерес у федерального центра в договоре? Вот я для понимания. То есть вы говорите, что это договор, чтобы тому было нужно и другому было нужно. Ну, видите ли, Татарстан всегда был некоторым образом эталонным субъектом. По крайней мере, республики всегда приглядывались, куда идет, чем занимается, да, поэтому при голосовании это всегда был фактор. Вот при голосовании я сразу подумал об этом. Да, потому что в основном Москва, Петербург, Татарстан, Башкорстан уже давали очень серьезный такой кусок, который обеспечивал прохождение кандидатуры. Поэтому этот фактор, он остается. К тому же Татарстан смотрят другие тоже, опять-таки. Ну, конечно, у нас тоже голосование это все такое, но, тем не менее, оно значимый фактор. Ну, и этот регион, который как бы успешно развивается, многие вещи у нас модельными становятся, то есть проекты, которые здесь апробацию проходят, потом становятся. Но уже без договора они будут эти проекты работать? Да, ну, видите ли, когда есть договор и есть некая самостоятельность, то мы вырабатываем политику сами. Например, экономическую. Мы же пошли в разрез всей экономической политики России при Ельцине. Да, там, значит, шоковые терапии, мы сказали нет. Нет, мягкое вхождение в рынок, социальная защита. Мы сразу отошли от сырьевой зависимости в 96-м году. Сказали, нефть сырой надо не столько продавать, сколько перерабатывать. И как сохранять базу для структурной перестройки экономики Татарстана. А высокие технологии развивать постепенно. Переработка нефти, нефтехимия, машиностроение, КАМАЗ спасать, там, остальное спасать, судостроение. Авиацию не удалось, Боинг тут крепко вмешался. И дальше IT-технологии. Вот экономическая политика, которая была выстроена с 96-го года. Она дает сейчас эффект. И деньги вкладывать в инфраструктуру. Без него рыночная экономика – это пустой звук. И дороги строить. Главное – дороги, чтобы еще из Европы в Китай прошел через Татарстан. Вот это мы сами вырабатывали. В России говорили побольше добывать нефти и газа и продавать, продавать, продавать. Это разные политики. И договор нам позволяет сказать, ребята, мы сами вырабатываем в этой части свою политику. В культурной части, экономической. У меня будет последний вопрос. Много чиновников, депутатов, сенаторов высказываются о договоре. Но вот мне хотелось бы привести слова Олега Морозова, сенатора Татарстана, который не так давно сказал, что сакральной роли в новом состоянии российского государства договора уже не имеет. Это вы как человек, который принимал участие дважды в составлении, пролонгации этого договора. Как вы относитесь к таким словам людей, которые по закону отстаивают интересы республики? Ну, видите, он опять-таки смотрит чисто прагматически. Что даст, какие преференции, какие эти... Ну, в Шайме вначале тоже так. А что мы, налогового послабления нету? Какая выгода? Ну, видите, договор — это символический капитал. Такое понятие существует. Оно, конечно, для широкой публики непонятно. Что значит символический? Я должен вот иметь на карточке у себя, да? Вот это капитал, да, там... Вот он не виртуальный какой-то, а вот реальный. Вот в комате я могу отчитать, и все. Вот, и курс рубля посмотреть, и как это переводится. Доллары и евро. Но символический капитал, он в политике существует. Он реально существует. Это очень важно. Ну, твой престиж, например, да? Твой авторитет. Да? Авторитет — это очень важная вещь. Я знаю по себе, как директор института, да, там... Когда мы бумаги посылаем, там... Все же перезванивают и спрашивают, это ваша подпись или не ваша? Это точно ваше мнение? Да? Значит, есть вопрос некого авторитета, престижа. Вот. И здесь тоже это самое есть. И этот капитал, он такой же, как финансовый капитал или что-то. Но при большой экономике это очень важно. Когда это мелкая экономика, это несущественно. Там малому бизнесу это ничего не дает. Но когда там Бавария хочет у нас построить крупнейший завод химический здесь, да, то он договаривается же с регионом. И в данном случае это уже капитал политический. Он важен. Может быть, не так очевиден, не так виден. Ну, как бы я уже ухожу в дебри такой политологии, которая не теоретическая, а практической. Спасибо большое. Пожалуйста. У нас в гостях сегодня был вице-президент Академии Новоктатарстана Рафаэль Хакимов. Смотрите нас на нашем сайте delreal.org, в наших социальных сетях и на канале в YouTube. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»